Здравствуйте, меня зовут Наталья Анисимова. Это моё видеообращение, крик о помощи к официальным органам власти, к общественным организациям и сообществам, к жителям и гражданам нашей страны. В моей жизни сложилась очень серьёзная, опасная ситуация, решить которую в одиночку я просто не могу. Мне очень трудно об этом говорить, я сильно переживаю и волнуюсь, поэтому заранее подготовила текст, который сейчас вам зачитаю. Я являюсь ключевым свидетелем обвинения по громкому резонансному уголовному делу об убийстве из местного самарского политика и бизнесмена Олега Дергилёва, которое было совершено 10 октября 2013 года в Красноглинском районе, в районе торгового центра Мега-Икея, посёлка Козерубки, города Самары. И теперь меня и членов моей семьи могут убить. В связи с этим я прошу у вас помощи. Сейчас я расскажу вам почти всё, что связано с этим делом. Всё дело в том, что убила Олега Дергилёва, мой бывший муж, Казаев Сергей. В полиции он значится как лидер ОПГ. Мы оба родом из города Кенеля, Самарской области. С детства жили в соседних домах, учились в одной школе. Потом я вышла замуж и переехала жить в Москву. А Сергей в первый раз отправился в колонию по обвинению в изнасиловании. Затем его судили ещё раз за разбойное нападение. Встретились мы случайно. Через несколько лет, когда я уже разошлась с мужем, у нас завязались отношения. Я была уверена, что Сергей отошёл от криминальных дел. О том, что это не так, я узнала примерно через полгода. И сразу же сказала, что между нами всё кончено. А он в ответ избил меня. После этого он насильно закинул меня в багажник моего автомобиля и привёз к озеру. Там подвёл к воде и сказал, что утопит меня и мою дочь, если я попытаюсь уйти от него. Это очень страшный, опасный и жестокий человек. Все мои попытки порвать наши отношения заканчивались тем, что Сергей избивал меня. Он не хотел отпускать меня не потому, что любил, а потому, что ему было выгодно жить со мной. Он занимался криминальными делами по всей стране. А в Москве у меня отсиживался. И ещё я вполне прилично зарабатывала, и Сергей жил за мой счёт. Наш брак, скорее, похож был на гостевой. В Москве он жил со мной и у меня. А в Кенеле и в других городах России со своими любовницами. С этим я также смирилась практически с самого начала нашей семейной жизни. Убежать от него я тоже не могла, потому что у меня есть дочь от первого брака, а также больная мама и брат-инвалид, которые не могли жить без моей помощи. Так как защитить нас было некому, мне приходилось терпеть всё это. Да и, конечно же, я любила Сергея. Таким образом, мы прожили более 11 лет. Только те женщины, которые находятся или находились в такой ситуации, смогут понять меня. Я просто не видела выхода из этой ситуации и смирилась с этим положением в своей жизни. В надежде на то, что когда-нибудь всё изменится. В июле 2013 года я приехала в город Кенель на время отпуска. Сергей уже находился там. Мой приезд свекровь решила отметить застолье. Пока свекровь накрывала на стол, мы с Сергеем заехали в магазин «Горилка» за спиртным. Это местная алкогольная сеть супермаркетов, которая широко распространена в Самарской области. Сергей даже из машины походить не стал, заявив, что там повсюду камеры, а ему нельзя светиться. Я удивилась. А он сказал, что через какое-то время станет начальником службы безопасности в сети «Горилка». Я не поверила и засмеялась. А он оборвал меня и сказал, что ему заказали хозяина этих супермаркетов. И что он получит за это не только прибыльную должность, но и 100 тысяч долларов. Вы, скорее всего, осудите меня и спросите, почему я не пыталась спасти человека. Так вот, в первую очередь, я боялась за свою жизнь и жизнь своей дочери. А также, зная, кто причастен к заказу данного убийства, А об этом мне также рассказал Сергей. Идти куда-то и кому-то что-то об этом говорить смысла просто не было. Это очень богатые и влиятельные люди. Его прикварили свои же, близкие. От смерти Олега это бы не уберегло. А я и моя дочь просто были бы лишними жертвами. Позднее я узнала, что Олег Дергилёв, зная о том, что ему грозит смерть, обращался к силовикам. Но они ответили ему отказом. В конце 2013 года между мной и Казаевым произошел крупный конфликт. Сергей продал мне автомобиль, который оказался кратеным. При постановке на учет в МРЭО в Москве у меня его изъяли. Выяснив, что Сергей непосредственно имеет отношение к краже данного автомобиля, я потребовала вернуть мне деньги. После чего подожгли машину моей дочери, а Сергей сказал мне, что убьет меня и мою дочь. Тогда я была вынуждена обратиться за помощью к своему бывшему школьному другу Юрию Коломойцеву. Я знала, что он работает в полиции. По стечению обстоятельств, как позже выяснилось, он работал как раз по делу об убийстве Олега Дергилёва. Я сказала Юре, что Сергей расправится со мной, что это в его интересах, потому что я слишком много слышала и знаю. О том, что Казаев лидер одной из Самарской ОПГ, Коломойцев знал. В ночь с 17 на 18 декабря 2013 года Коломойцев Юра и я просто чудом остались живы. После неудачной встречи с Казаевым и людьми из его группировки. Было их человек 15. На ней я хотела мирным путем решить наш конфликт, но Сергей не хотел и слышать о примирении. И в присутствии Коломойцева Юрия сказал, что в живых меня точно не оставят. Когда они уехали, Юра начал выпытывать, что именно я знаю и насколько серьезны те дела, в которых замешан Сергей. И я проговорилась про горилку. Чтобы уговорить меня дать показания, потребовалось много времени. Юра приехал ко мне в Москву с мужчиной, Фёдором Цибакином, и уверил меня, что тот является родным братом убитого, а также официальным представителем семьи Дергилёвых из сети «Горелка». Позже я узнала, что Цибакин не является братом убитого. У Дергилёва Олега Евгеньевича вообще не было родного брата. У него была только сестра. И лишь позднее я узнала о роли Фёдора во всём, что произошло в целом. Во обмен на мои показания мне обещали защиту, охрану и квартиру, где мы могли бы на время следствия и суда укрыться с моей дочерью. Также были обещаны выплаты, объявленных ранее в СМИ, денежных вознаграждений, а именно 3 миллионов рублей от сети «Горелка». А также «Горелка» обязалась выплатить мне 2 миллиона рублей. Это сумма нанесённого мне ущерба моим мужем. И 2 миллиона рублей от ГУМВД России по Самарской области, объявленная 11 октября 2013 года заместителем начальника ГУМВД России по Самарской области генералом Николаем Турбовцом за информацию о лицах, причастных к убийству Олега Тергилёва, которых мне и моей дочери должно было хватить на обеспечение самим себе безопасности после окончания судебных разбирательств над убийцами. Однако согласие я дала только после того, как от близкой родственницы Калистратова Вячеслава, ныне также осужденного за убийство Тергилёва, узнала, что мой муж всё-таки решил расправиться со мной, опасаясь, что я дам против него показания, что в Самаре была криминальная сходка и что на ней было принято решение убрать меня и мою дочь, и что человек, которому поручено моё убийство, уже выехал в Москву, и что мне нужно взять из дома всё самое необходимое и срочно куда-нибудь уехать. Официальные показания я дала спустя 4 месяца после двух покушений на меня и на мою дочь. Оказалось, что с обеспечением нашей безопасности меня обманули. Снимать квартиру и нанимать охрану мне пришлось за свой счёт. Это несмотря на то, что ни я, ни моя дочь просто не могли работать. Это было небезопасно. Любое периодическое поливление в одном месте может привести к нашей гибели, а также место работы можно отследить и в официальных органах. Мне пришлось распродать всё, что представляло себя хотя бы какую-то ценность, а также у нас собралась масса долгов. Так как вот уже почти 4 года мы с дочерью вынуждены не работать. В апреле 2016 года моему мужу и его сообщникам вынесли обвинительный приговор. Казаева Сергея осудили на 23 года, Дагатина Сергея на 18 лет, Калистратового Вячеслава на 19 лет, Колесникова Максима на 16 лет. Но это ещё не конец. На свободе остаётся пятый подозреваемый в убийстве Теркелёва. Это Сергей Минченко, который сейчас находится в федеральном розыске. Также на свободе находятся коллеги моего бывшего мужа по ОПГ и другие лица из криминального мира, с которыми связан Сергей. И, конечно же, угроза исходит от лиц, причастных к заказу этого убийства, что составляет для нас прямую угрозу. Да и Сергей, хоть и осужден, но всё так же продолжает свою криминальную деятельность, даже находясь за решёткой. Кроме того, следствие так и не задержало лиц, причастных к заказу убийства. Увы, я знаю, кто это, и почему был убит Олег Дергилёв. К моему удивлению, следствие не хотело даже слышать эти имена. И чтобы я не говорила по этому поводу, в протокол это не заносилось. А мне советовали пока помолчать, якобы в интересах следствия. Ранее следствие Анна Дергилёва заявляло, что к убийству её мужа может быть причастен депутат Госдумы Алексей Митрофанов. Так вот, хочу заявить вам со всей ответственностью, что Митрофанов к убийству Олега Дергилёва совершенно не причастен. А заявление вдовы это ничто иное, как уловка отвести подозрения и пустить следствие в ложном направлении. Между тем, мне регулярно приходят СМС-сообщения с угрозами. В них говорится о том, что я отвечу за то, что посадила Казаева и остальных. В сентябре прошлого года мне ночью подожгли квартиру, где находились я и моя дочь. Мы чудом остались живы. Нас просто хотели сжечь заживо. Сейчас, возле моего дома, то и дело, появляются подозрительные автомобили и периодически дежурит молодой человек в спортивном костюме с сильно надвинутой кепкой на глаза. Вот уже почти год я веду своё собственное расследование и мне удалось выйти на свидетелей, которые могли бы дать показания против заказчиков. Всю добытую информацию я готова передать следствию. Весь вопрос лишь в том, а нужно ли им это. Я даже добилась встречи в ГМВД России по Самарской области, которая состоялась с заместителем начальника полиции по оперативной работе полковником полиции Максимовым Алексеем Анатольевичем, которому я сообщила, что владею информацией о заказчике и готова передать её следствию. На что мне был дан ответ? Что ГМВД к моим показаниям пока не готовы и что они пока берут тайм-аут. Это дословно. В связи с неуплатой мне денежных вознаграждений я была вынуждена 26 июля 2016 года обратиться в Кировский районный суд города Самары с иском КОО «Горелка» обзыскании денежного вознаграждения за информацию «Дело номер 2-5751-2016» ведёт судья Гутрова Надежда Владимировна а также направила претензию в ГМВД России по Самарской области о невыплате мне денежного вознаграждения за предоставленную мной информацию так как данные денежные вознаграждения нам жизненно необходимы после чего из Самарского главка я получила ответ что они данное объявление не давали и что они вообще не имеют права это делать по закону и если бы ГМВД России по Самарской области это сделали это было бы незаконно и это несмотря на то что Николай Турбовец объявил о вознаграждении 11 октября 2013 года не только на радио Эхо Москвы но и на пресс-конференции всех СМИ Самарской области и данное объявление опубликовали все СМИ и слышали все жители Самарской области и не только да и подобное объявление о вознаграждениях в СМИ и на официальном сайте ГМВД России по Самарской области опубликовываются не единожды например ГМВД России по Самарской области также объявляло денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей за любую информацию об убийстве семьи полковника полиции Андрея Гошта которое произошло в ночь на 24 апреля 2016 года в селе Ивашевка Сызранского района данное объявление также долгое время звучало в СМИ и не только не только не только в Самарской области но и на всех российских федеральных каналах на данный момент информация по этому объявлению с сайта ГМВД России по Самарской области также удалена Так что же получается ГМВД России дает публично недопустимое по закону объявление тем самым по меньшей мере вводя жителей России в заблуждение или все же намеренно совершают мошеннические действия в особо крупном размере ведь давая в СМИ информацию такого рода они просто не могли не знать о том что по закону они не смогут выплатить эти вознаграждения а если все же могут выплатить то почему тогда не платят только вот что получается человек который дает показания по громкому резонансному делу естественно надеется на выплаты этих вознаграждений так как ставит под удар не только себя но и членов своей семьи и делает это не с целью обогащения а с целью возможности обеспечения себе и близким безопасности да и всех граждан нашей страны оберегают от возможных дальнейших противоправных действий лиц против которых он дает показания а что касается моей ситуации так эти денежные средства нам просто жизненно необходимы да и прошу я не подаяния и не вымогая а прошу лишь то что должно принадлежать мне по праву потому как оказавшись в опасной ситуации я все же пошла навстречу следствию а получилось так что давая показания я тем самым только усугубила свое так тяжелое положение не получив при этом никакой поддержки да и суд первой инстанции по иску у кого горилка я также проиграла а также проиграла апелляцию да и как могло быть иначе ведь мои оппоненты лица очень богатые имеющие влияние на данный суд да и ГУМВД России под Самарской области сразу же встала на их сторону и внегласно дала указания всем СМИ уничтожить информацию об объявлениях и не предоставлять доказательства это вместо того чтобы помочь мне ГУМВД по Самарской области которые были причастны и привлечены в суде в качестве третьих лиц по моему иску кого горилка получается всячески постарались скрыть все доказательства и давали в суде ложные противоречивые показания которые судья Гутрова всячески поддерживала а у меня даже нет адвоката так как у меня просто нет средств оплатить его услуги мне самой приходится представлять свои интересы все мои ходатайства об истребовании доказательств были отклонены судьей а мои представленные стопроцентные доказательства не принимаются судом и просто зависают в воздухе а как можно доказать без доказательств не вызываются и не опрашиваются заявленные свидетели явка которых была обеспечена и так далее 5 июля 2017 года Самарский областной суд также отказал в рассмотрении моей кассационной жалобы и оставил решение судов без изменения что в принципе предполагалось ведь рассматривали жалобу все там же в Самаре и теперь надежда лишь на справедливое решение Верховного суда не помогло мне и то что я обратилась в Генпрокуратуру России в Главное управление Следственного комитета России в Главное управление ФСБ России и президента нашей страны Владимиру Владимировичу Путину все мои заявления направлялись в Самару для проверки откуда мне пришел ответ что ГМВД России в Самарской области данное объявление не давало а несколько миллионов жителей России видимо по их мнению идиоты которым все послышалось и повиделось а по поводу объявления от ООО горилка ведется судебное разбирательство по моему иску и мол суд разберется но суд не только не разобрался а мягко говоря крайне формально подошел к обстоятельствам дела и все это происходит в цивилизованной стране правовом государстве которым правоохранительные органы должны соблюдать закон и порядок и быть на страже граждан страны они легко манипулируют законами а суды которые обязаны рассматривать дела объективно на деле выносят решения в пользу тех у кого много денег и связей так как же все таки добиться справедливости а по последним данным из проверенного источника через год полтора лица осужденные за данное убийство вообще выйдут на свободу по будущему решению европейского суда куда обратились жалобы на приговор адвокаты осужденных ведь оказывается следователь Бутовченко Илья который ввел это дело ввел его так хитро что по данному материалу российские суды в том числе и Верховный суд вынесли обвинительные приговоры ведь как иначе это же громкое дело а вот в рамках европейского суда будет однозначно оправдательное решение и конечно же Илья Борисович не просто так ввел дело таким образом через небольшое время после дачи мной показаний в том числе и против заказчиков чудесным образом пересел на автомобиль премиум класса а мой друг детства Юра Коломойцев купил два новеньких автомобиля что наталкивает на определенную мысль да и вести это дело в нужном направлении Бутовченко очень помогали это и не мудрено ведь мама Бутовченко Ильи это Бутовченко Татьяна Дмитриевна президент палаты адвокатов Самарской области надеюсь всем понятно какие юридически грамотные умы помогали вести это дело Илье Борисовичу о чем не скрывая заявляют СМИ родственники и адвокаты осужденных адвокаты которых оплачивают лица причастные к заказу убийства Олега Тергилева так как Сергей Казаев подстраховался и при переговорах заказчиками и посредниками убийства вел аудио и видеозапись Также они совершенно уверены что осужденным будут выплачены денежные компенсации из российской казны за моральный и материальный ущерб за все то время что они находятся в заключении и это по их расчетам будут огромные суммы в рамках мировых стандартов Каждый из осужденных рассчитывает получить по нескольку десятков миллионов Да это и не мудривно в связи с внешней политической ситуацией нашей страны и умением следователя вести дело в нужном направлении в пользу преступников убийцы уже начали выигрывать дела в европейском суде в подтверждении этого вы можете прочесть статью интернет-портала Volga News который подробно описывает все что связано с этим делом со дня убийства Олега Церкилева статья от 26 от 29 июня 2017 года под названием осужденный за убийство собственника горилки Вячеслав Калистратов добился денежной компенсации в ЕСПЧ и конечно же все действия срезанием животов вен и шей в СИЗО и суде осужденными за убийство Олега Цергилева это не что иное как спланированное шоу все это было хорошо продумано заранее как и то что они утверждают что я дала показания против своего мужа из-за ревности и из-за денег это было сделано чтобы как можно больше людей склонить к мнению о их невиновности в избежении бури недовольств в обществе связанных с будущим оправданием убийц в ЕСПЧ я прошу общественность и надзорные органы обратить внимание на эту историю дело даже не в том что хочется чтобы Дергилев был отомщен а в том надолго ли переживем его я и моя дочь да если осуждены во главе с моим бывшим мужем все же останутся безнаказанными я уверена что они лишат жизни еще далеко ни одного человека я никому не желаю нашей участи лица причастные к заказу и исполнению убийства уже начали убирать тех кто знает всю правду об убийстве Олега Дергилева и по-моему по-видимому начали с верхушки 22 июля 2017 года утонул в реке Волга в Самаре при странных обстоятельствах следователь Бутовченко Илья дело которого находится под особым контролем в ГУСК РФ по Самарской области но зная всю возможность причастных лиц к гибели Бутовченко я уверена что они останутся безнаказанными боюсь даже и подумать кто следующий но знаю лишь одно что я и моя дочь точно состоим в этом списке я сомневаюсь в том что наша правоохранительная система сможет обеспечить безопасность мне и моей дочери учитывая коррупционную ситуацию в нашей стране чтобы выжить нам в буквальном смысле нужно исчезнуть сменив имена внешность места жительства причем так чтобы не осталось никаких документов и следов которые могли бы вывести на нас я прошу общественность и властей помочь нам в этом а общественность взять под контроль действия сильных мира сего вот уже почти 4 года мы с дочкой живем хуже чем в аду прислушиваясь каждому шороху и стуку ожидая каждую минуту своей смерти поверьте бояться за своей жизни в одиночку у нас просто больше нет сил возможно именно от вас зависит останемся в живых я и моя дочь или умрем я умоляю вас помогите нам пожалуйста очень вас прошу отзовитесь пожалуйста на наш призыв о помощи сейчас я готовлю заявление во все структуры власти и прошу всех кому не безразлична наша судьба оставлять комментарии отправлять сообщения и так далее в нашу поддержку и так далее и так далее Продолжение следует...